Гамлета, поставленного Григорием Козинцевым. Причем Гамлета Смоктуновского в Англии многие критики ставили выше Гамлета в исполнении Лоуренса Оливье. За исполнение этой роли актер был удостоен Ленинской премии. Незаурядный комический дар артиста открылся для зрителей в роли Деточкина в фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Несомненными удачами Иннокентия Смоктуновского стали картины «Чайковский» Игоря Таланкина и «Преступление и наказание» Льва Кулиджанова, а также телефильм Михаила Швейцера «Маленькие трагедии». В начале 1990-х годов Иннокентий Смоктуновский снимался в различных фильмах, главным образом в детективных лентах. Таланту актера был подвластен любой жанр, от трагедии до комедии, и его творчество соединило одухотворенность и тонкость рисунка роли с глубокой человечностью ее истолкования. Сегодня 28 марта. Вы смотрите программу «День веков хронограф». В этот день произошло много интересных событий в области культуры и искусства. Об одном из них мы и расскажем вам. 28 марта 1776 года был основан Большой театр. История Большого театра, сколь величественна, столь же и запутана. Из нее с равным успехом можно создать и апокриф, и авантюрный роман. Театр неоднократно горел, восстанавливался, перестраивался, сливалось и разъединялось его труп. И даже даты рождения у Большого театра две. И разделяет их 51 год. Почему так, мы сейчас вам расскажем. Изначально свои годы Большой театр отчитывал от того дня, когда на театральной площади возник исполненный великолепие восьмиколонный театр с колесницей бога Аполлона над портиком. Это был Большой Петровский театр. Его строительство стало настоящим событием для Москвы начала 19 века. Прекрасное здание в классическом стиле, внутри декорированное в красно-золотые тона, по признанию современников, было лучшим театром в Европе и по масштабам уступало только миланскому ласкало. Его открытие состоялось в январе 1825 года. В честь этого события был дан пролог «Торжество мус» с музыкой Алябьева и Верстовского. В нем аллегорически изображалось, как гений России при помощи мус на разваленных театрами Докса создает новый прекрасный храм искусства – Большой Петровский театр. Однако трупа, силами которой было показано, вызвавшая всеобщий восторг «Торжество мус», к тому времени существовало уже полвека. Начало ей положил губернский прокурор Петр Урусов. 28 марта 1776 года князь Петр Урусов вместе с антрепренером Майклом Мэддоксом получили правительственную привилегию на содержание в Москве постоянной труппы с обязательством построить театр, в котором можно было бы ставить оперные, балетные и драматические спектакли. Увы, первый русский театр в Москве на Большой Петровской улице сгорел еще до открытия в 1805 году. Это привело в упадок дела князя. Он передал дела своему компаньону, англичанину Майклу Мэддоксу, человеку деятельному и предприимчивому. Именно благодаря ему на пустыре, регулярно затопляемом Неглинкой, вопреки всем пожарам и войнам, в 1824 году вырос театр, со временем потерявший свою географическую приставку Петровский и оставшийся в истории просто как Большой. А теперь мы расскажем вам о погоде в этот день в разные годы и века. 28 марта 1679 года на русском севере были дожди великие, и от тоя дождевые воды в реках поводь больша, и луга, и береги потопила. 28 марта 1846 года в Тамбовской губернии началась посевная в результате ранней весны. Температура в этот день доходила до плюс 28 градусов. 28 марта 1913 года в Париже ужасный ураган произвел огромное опустошение в Версальском парке и саду Малого Трианона. С корнем выворочены деревья времен Марии Антуанетты. Наша программа «День веков. Хронограф» подходит к концу, и самое время рассказать о народном календаре. 28 марта отмечают свои именины Александр и Денис. 28 марта по народному календарю щеница-волчица. По чистому раздолью несется звериный дух и начинает выть на дворе собака. Говорили, как только вой услышишь, надо подушку перевернуть, чтобы был добрый сон. И чтобы, когда подрастет волчье потомство, не прошлось оно по деревне, кося скотину. С вами была программа «День веков. Хронограф». И помните, что каждый день – это дата. Каждый день – это имя. Каждый день – это событие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова